Вам нужна, возможно, поддержка в развитии Вашего видения, что делать как следующий шаг? Да, именно, именно. Вот это что? А можно услышать еще немножко, потому что мы слышим проекты-проекты. Мне бы хотелось больше понять, что это такое, возможно, примеры каких-то проектов, вот Вы сказали о животных. У нас был такой проект, мы в ответе за тех, кого приручили, и в рамках этого проекта были созданы детские презентации. В общем, эти презентации были в таком направлении, что очень часто, в нашем, во всяком случае, городке, очень много бездомных животных. И как поступить с этими животными, что делать? Мы собирали корм для животных в школе, да, потом поддержали мой проект, собирали для них различные там и медикаменты, в общем, направляли. Это мы сотрудничали, потом продолжили с волонтерами, сотрудничество, Елена Васильевна, Ваш класс продолжает. Да, и, ну что, мы, спектакль был создан в нашем, в детском коллективе, и спектакль, со спектаклем «Кошкин дом» мы ходили в детский сад и показывали другим его ребятам в начальной школе. Поделки мы изготавливали тоже на тематику о животных. Спасибо, Елена Васильевна. Сад, 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 сад. Надежда Федоровна. У нас очень много в классе было проектов биологических именно. Самый значимый, наверное, который мы все никак не можем воплотить, это проект «Сиреневая сказка». Вы когда проезжали мимо, подъезжали в школе, видели огромный пустырь перед нами. Это территория бывшего дома офицера, который остыщили. Это именно то место, с которым каждый год наша школа борется, потому что там просто горы мусора за год собираются. Опять же таки, мы понимаем, что это делаются жители нашего городка. Поэтому регулярно там дети и листовки выпускают с призывом сохранить этот мусор, убирают ваши дети и так далее. Мы решили закрыть, скажем так, школу от этого пустыря, от этого мусорника. Мы уже в течение двух лет систематически сажаем сирен, то есть сиренгари собирались, скажем так, основать на территории школы, чтобы сделать не только красивые дали, но хотя бы закрыться от этого мусора. К сожалению, пока особых проблем, конечно, нет. Подняты не только дети, не только их родители, потому что это всегда совместно с родителями проводится. Жители поселка, которые дают там саженцы своей сирене и так далее. Ну, пока сталкиваемся с элементарными такими проблемами. Первый год мы посадили 54 куста. Просто жители городка повыкапывали себе то, что заходило. Второй год мы досадили до тех, которые остались там еще 48 кустов. Далее нашли газонокосилочкой вместе с травой. Поэтому в этом я буду выходить с предложения вывести это все на школьный уровень, скажем так, потому что 20 человек детей, ну сколько мы, ну вот 50-60 кустов мы за день сажаем, как правило, это выходные. Ну, надо, наверное, кустов 200, допустим, взять 9-10-11 класса, чтобы больше людей прониклось. Ну, может быть, выйти на всех сотрудников школы, допустим, чтобы взрослое население влияло на своих соседочек во дворах, да, чтобы больше людей прочувствовалось этим проектом. Потому что пока я вижу, что из своей силы болеем только мы. Все остальные будут ждать, получится у нас что-нибудь или не получится.